Они всегда находятся под другую сторону преступления. В преддверии своего профессионального праздника предложили это сделать журналистам. Через тематическую выставку, каждый экспонат которой для судмедэксперта на вес золота. К примеру, без электронного термометра, который способен определить давность времени смерти, не обойтись. И это лишь маленький пазл большой мозаики комплекта оборудования, с которым эксперт выезжает на место происшествия. Все по последнему слову науки и техники. Дополняются какие-то измерительные приборы, какие-то средства, которые помогают нам для качественного осмотра трупа и, соответственно, выполнения своих должностных обязанностей. Наиболее востребованными сегодня являются компьютерно-технические экспертизы и исследования радиоэлектронных устройств. Современное оборудование позволяет прочитать практически любые устройства, то есть в полной мере исследовать и ответить на поставленные инициаторами проведения экспертиз вопросы. Чаще всего инициаторы проведения экспертиз задают вопросы по восстановлению удаленной информации и поиска в этой информации текстовых файлов по каким-либо критериям, по ключевым словам. Это графическая информация, история посещения интернет-ресурсов, извлечение электронной переписки. В мобильных телефонах пока еще объемы памяти их позволяют извлечь полностью всю информацию, это начиная от телефонной книги, контактов и заканчивая всеми файлами, пользовательскими которыми хранятся на этом устройстве. Всего эксперты Брестской области проводят порядка 40 тысяч исследований в год и за каждое слово и даже букву своих выводов несут ответственность. Психологическая, фотометрическая, техническая экспертиза документов, дактилоскопическая, автотовороведческая и компьютерно-техническая. Спектр деятельности широкий и постоянно растущий. В перспективе на 2019-й внедрение новых исследований. Уже в этом году будут проводить лингвистическую экспертизу. Она поможет людям, которых оскорбили, оклеветали, опорочили деловую репутацию. А также появятся фототехнические экспертизы. Новое направление фототехнические экспертизы на предмет наличия монтажа на фотоснимках непосредственно. Это новые направления, которые раньше проводились только в столичном управлении. Теперь в ближайшее время они будут проводиться уже и на областном уровне нашими специалистами. Словом, в преддверии своего профессионального праздника эксперты решили немного отойти от привычного официального формата мероприятия. После знакомства с выставкой специалисты рассказали, действительно ли их работа выглядит так, как это демонстрирует современный кинопродукт. Поделились, почему не испытывают особого интереса к фильмам, а о своей профессиональной деятельности и какие киношные преступления могли бы однозначно раскрыть белорусские эксперты. Конечно, с учетом современных технологий. Что правда, а что вымысел, все разложили по полочкам, как и делают это ежедневно.